во имя отца и сына и святого духа евангелие от матфея 6 глава с 9 по 13 стих молитесь же так отче наш сущий на небеса до светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твой на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава вовеки аминь мы не знаем какие молитвы считали ученики иоанна крестителя но ученики христовы говорят но учи нас молиться как я научил своих учеников но никто не записал и господь дал эту молитву она называется молитва всех молитву хотелось остановиться по частям когда разбирать и очень наш мы признали его отцом сущий на небесах так мы понимаем что он на небе хотя он всюду присутствует да светится имя твое от нас тут зависит чтобы не позорилась имя божие вот они православные какие вот что они творят чтобы этого не было и да что дальше будет носить имя да будет царство при царстве это будет воля твоя на земле как на небе а это мы вообще не учат вот прости нам долги наши как и мы прощаем на это много внимания обращают вот как мы не прощаем так и бог не просит тут ясно но как узнать волю божью да будет воля твоя я молюсь пощусь творю милостыню каждый думает так а воля божья как составить чтобы я сидел на месте или все-таки передвигался или я забился за монастырские стены или шел в другую страну людям свидетельствовал христе вот хочу открыть несколько мест святой библии с помощью брата чтобы мы познали волю божию это не просто так библия была переведена в 1876 году вот это все на далее всегда до перевод а крещение когда было девятьсот восемьсот восьмом году тысяча лет практически прошла и никто библию в руках не держит это на русском языке стали только понимать еще 50 лет до перевода студенты семинаристы духовных академий не понимали что спрашивается народа преподаватель один из самых крупнейших знатоков еврейского языка гибраисты папский герасим петрович профессор московской духовной академии воспитатель царских детей звание название единственной на всю страну и он переводит ветхий завет для студентов академии для лучшего уразумения не понимают как отреагировали на тему он знал что делает доброе дело мы его молитву поминаем переводчики в священном писании сразу бросили целые полки демонов на его жандармерия внутренняя какие были там следили друг другу немедленно его арестовать что делает библию переводит я долго не мог понять почему такая ненависть библии была и тогда просчитал только у одного архиепископа филарета не дроздова и он царю прямо говорит если библия будет переведена на русский язык стране будет революция почему не туда шли умирали люди не зная бога где и наши родители я за родители душу положу за мертвых каждый говорит и они не знаете что изъять 500 экземпляров он успели на антиграпировать так-то так как у терра была на этой на бумаге сделали экземпляра 3 спрятали все таки рискуя жизнью остальные все были изъяты и торжественно сожжены к жёг гитлер книги это это свои гитлер это у нас не надо туда заглядывать а его его исключить а катадемии а царские детей и царь ничего не может сделать при всем его ну что царь то это не какой-то царя он управляет всей страной ничего не получается да какая воля божья была на это что прятали слово божие вот мы привыкли у нас иконы и между иконами святыми изображениями священное писание люди уже спрашивают а что важнее не надо говорить икона это мертвый лик он не живой его не называется живым а сито думать и живой это идолопоклонник вот эта икона вверху вот господин милусом достать нельзя ее император был такой левый саврянин он не против икон был поднимите иконы повыше маленько чтобы люди не шарились целовать-то не умеют губами прилетала бом ударит еще ну мы же так не не целуемся но все так между президент подошел тоже не кому поцеловал лбом и ободнул беда то какая разный мне божья матери иконе божьей матери прямо с праздники написано казанская икона иверской иконы владимирской иконе мы самые настоящие два поклонники и поэтому если так уже говорить дальше то воля божья была или нет чтобы обстоялись иконами я православный я признаю я целую ее но я должен задать вопрос мы два миллиарда мусульман от себя отталкиваем иконам у них закон не изображать ничего у них рука одна есть на мягкую показа зайдешь и абонитова черная рука на постаменте вот так стоит у них там в мещете у нас иконы а между иконами живое слово живое так и называется библия живое слово живая проповедь а живой иконы нет тут и говорить не надо и когда мы сделали что между иконами у нас надписи священное писание такое диво как-то перемешали старообрящество с баптизмом баптизм это библия а иконы старообрящество это мы мешать не надо икона нам напоминает которые не умеют считать это для глухонемых вот смотрят и понимать что там изображено я хочу сегодня обратить особое внимание на на то как познавать волю божию если мы ее не выполняем и не знаем мы очень на что просто считаем хлеб дай насущным вы каждый день молимся за сумму требует желудок еще скрывать это еще по вкуснее было бы дорого-недорого наемся да мало того еще пойду где мастера готовят за деньги рестораны разные где-то черный икры вдоль можешь купить а то что душа почернела от незнания бога никакой заботы у нас нет я прошу быть очень внимательными хорошо если бы вы записывали то что говорится эти места писания где об этом говорится первое параллельпоминон 13 глава 1 5 стих параллельпоминон это не название города какого-то а это добавочная называется перевод такой четыре книги царства это добавочная но так оставили ламала массово хвани на еврейском языке так и здесь не заложили тринадцатая игра с 1 5 стих мне казалось обиде заложил и советовался давид тысячи начальниками сотниками со всеми вождями и сказал давид всему собранию израильтян если угодно вам и если на то будет воля господа бога нашего пошло повсюду прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам города и селений чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег бога нашего потому что в одни саула мы не обращались к нему и сказала все собрание да будет так потому что это дело всему народу казалось справедливым так собрал давид всех израильтян наши хор египетского до входа в ямап чтобы перенести ковчег божий из кириаф и арима перевести не делать запрос был к богу волю божью познать весь народ об этом молится молились ли у нас когда вот так все придумали как у нас сейчас есть на саранском языке люди не понимают совершенно не знают о чем считался сегодня апостольское мы идем со священником в киеве центральный храм я вас спрашиваю батюшка сколько лет вы священником слушать 52 года а что сегодня мы считали не знаю 52 года служит считает и не знать что считает а про народ можешь не спрашивать как батюшка сказал благослови батюшка все кто мы такие нам кажется ничего не значит что то там сделать такое не трудно ну написано же всякая власть от бога и что власть не скажет то мы должны делать а чего это взять что все должны делать мы должны делать только то что на что воля божия есть а воли божия нет на то чтобы мы делали то что богу не нравится определенно и четко воля божия познается одним путем молитвы слова божия молитва без слова божия она может быть ошибочно на сто процентов без молитвы слова божия будет закрыта и вот мы видим перенести ковщик давид вопрошает весь народ познать волю божию прямо написано волю божию мы хотели здесь вот строить так устроиться где-то какие-то там санкции против храмов на каком расстоянии стоять и проще у нас еще видим и частный дом а первые то христиане собирались по домам в новом завете ни об одном храме не упоминается кроме еврейского который был разрушен до основания видите как а почему вам купол не поставить человек это храм вы храм бога живого голова это как купол и дальше все остальное освещен где-то до солнца горит и звезды сияют объяснили это нам все такое поэтому на упреки что у нас нет купола и проще просто отвечайте мы стараемся максимально по своим возможностям подражать первым христианам они ежедневно собирались по домам солом 1 2 стих 1 солом легко запомнить а потом дома сами еще проверьте посмотрите правильно ли мы считаем но в законе господа воля его я законе его размышляет он день и ночь вот она где воля воля божия познается из закона божия почему о том что не делайте никакого изображения исход 20 глава не делайте не поклоняйтесь сектантами беседы я легко доказываю в течение 10 минут что иконы не идолы такие ролики стоят у меня не идолы они убедились но не написано что поклоняйтесь им я отпускаю руки не написано этого не написано мы показываем как было в храме и какой ковчег был там изображение хирургимов а поклонялись они целовали нет даже не заходили туда хотя перед ковчегом первый священник склонялся но целовал ли он нигде не написано а это у нас что зацеловали иконы камни где сказали что здесь сидели ангелы потом не архиерей говорит так люди приходят камни это в иерусалиме вырезана ямка большая поцелуями тут ангел был он готов хирея села испугался как я сел тут же ангелы сидели а я сел тут своим местом какие мы есть священник знающий бога духовную академию окончивший и там есть такой престол а под престолом ямка а у священника крест на длинной цепочки здесь чтобы его знали что на священника не пастух не кочега так мы с архиереем туда проползли крестик туда в ямочку опустили особая энергетика там мы язычники самые настоящие если мы это понимаем какая энергетика крест напоминание о великой любви бога живого воплотившийся от пресно девы марии зачем тебе ползти туда на коленях и крест опускать тем более когда взгляд на крест горит мы проповедуем ха христе распятым и воскрешен и кроме ничего не жалом знать слова креста для погибающих родства а для нас сила божия понимаешь я только узнаю людей которые близкие нам люди которые знают все и однако когда по попали в ту обстановку все идет благодатный огонь а там уже сто раз заказа никакого огня нету все зажигается от руки все это обман идет на высоком уровне и когда они начинают а марабы верхом друг на друга такой ритуал свистят крещат что там они там такой бедлам идет и свечи загораются это очень просто все делается зачем люди едут и иудеи требуют чудес елины ищут мудрости а мы проповедуем христа и притом распятого воля божия вот в этом не по благодатным огням ездить не крестными ходами пачкать лесополосы а куда идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет ну какие простые слова воля божия есть на это есть а бывало что люди проповедники ошибались я не могу ответить на вопрос почему они не все до конца знали мы помним апостола павла самый величайший проповедник паруса которого за того сгорит дух святой надувал парус когда он плыл вся вселенная верена ему фамилия там александрея марку все это показано фетр в риме а этому вся вселенная была и вот мы предприняли эти вася но дух не допустил нигде нет толкования как голос был как или ветви зашевелились как у серафима ну хоть что-то бы намек был мы приготовились уже двинулись и вдруг остановка богу не угодно поэтому я повторялась уже не один раз объяснить пытались как-то не пытался я знаю это необъяснимое явление поэтому для меня это вопрос разрешается просто бог не дал пояснение искать его не надо это или на сердце положено или человеку во сне было показано идти туда нельзя народ не готов зачем ты пойдешь туда выговорить что помолились предприняли идти в другое место павел и друг дух опять вас препятствовал это мы считаем денег апостол и в третий раз уже все ну ладно помолить что делать не знаю отдохнем братья сегодня мы выспимся на работу не идти и ночью является человек македонянин и говорит придите к нам и помогите нам вот поэтому одно песнопение есть от отсюда услышан македонский крик дайте свет дайте свет люди гибнут без христа дайте свет чем он македонянин отречался ну южный кавказский народ его глянщика видно же по физиономии какой какой нос у него глаза какой свет кожи он узнал его и сразу пошли а там их уже давно ждут и так познавать волю божию нужно на молитве и по откровению схожим со священным писанием исаи 53 10 мы рассматриваем во святой библии перейдем к святому евангелию потом 53 10 но господу угодно было поразить его и он предал его мучению когда же душа его принесет жертву умилостивление он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукой его воля но христос идет на казнь как это естественно было жалеть и ну как мы теперь без тебя мы так привыкли господи ни в чем не имеете нужно когда вы пошли не посоха ничего я говорю не берите с собой не две одежды не обуви вы имели в чем-то нужды нет не имели а ты теперь уходишь и пётр пел из того господа не будет с тобой да не то что уйдет он куда-то распнут самой позорной казнь какая была на весь мир воины разнесли по всему миру эту весть украли его они воскрес сейчас два миллиарда верят в это что он вообще не умирал то есть это самое сильное место в библии что бог так возубил мир отдал сына своего единородного дабы всякий верующего не погиб но имел жизнь вечную и она 3 16 поэтому дьявол сразу бросил против это все стрелы его украли и получили деньги они продали жизнь свои христопродавцы а теперь дьявол снова кинулся на это а он и не умирал придумали другого там иса кто-то нет наш иисус и этот иса у других вверх это разные персоны я нашел в их же книгах между ними разница 1600 лет 1600 лет я называю какое место какая глава по их книге даже не по своей у нас 6 глава 20 исход об этом говорит и воля божия была в том что он был распят и когда пётр сказал это было для них непонятно конечно только сказал ключи царстве даю ты камень на тебе церковь созерду но на его исповедание и вдруг христос сразу резко отвечает ему хотя так и не отвечал никогда иуда это понятно ну и петру отойди от меня сатана ты мне соблазн ты думаешь о том что человеческое пётр сатана или он увидел что что-то во рту у него непонятное я не знаю это я знаю что назвал сатаною католики все это прячут пётр пётр а что он сотовое названо почему не берете никогда самое маленькое противление распятию от сатаны поэтому никогда не допускайте нигде мысли мы счастливы и что верим воскресение иисуса христа из мертвых что грехи наши мы ты крови его так иоанна 6 39 и 41 евангелие святое евангелие от иоанна воля же пославшего меня отца есть то чтобы из того что он мне дал ничего не погубить но все это воскресить последний день воля пославшего меня есть то чтобы всякий ведущий сына и верующий в него имел жизнь вечную я воскрешу его последний день видите как воля отца то чтобы мы не погибли поэтому не бойтесь ничего что в мире есть вот сейчас там в оон отозвали своих своих представителей туда прямо пишут на грани войны на грани войны никогда не бойтесь бог руководит этим воробей не один на землю не падать мало птицы ни одна волосинка нет летит от головы без его воли воля так и написано воли нет воли отца что погиб один из малых сих воля отца то чтобы нас привести на на небо и и поэтому кто бы что ни говорил сильные доказательства ну и видно обстановка как накаляется все по-другому будет воля его чтобы мы не погибли укрепите себе это и кто бы что ни говорил да вы не знаете я знаю что более его то чтобы меня привести на небо и будем достойно его чтобы никто не упрекал чтобы православные позорим имя иисуса и 6 14 так минутку это книга ездры тут она есть она 6 14 их три книги две не канонические она каноническая это редкие книги я из редких и взял в именительном подожив воля 17 раз библии встречается в ветхом завете и в новом завете и ветхом один раз не канонических вернее и здравие 14 и старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству агея пророка и захарии сына ады и построили и окончили по воле бога израилева и по воле кира и дарья и артоксирска царей персидских видите как по воле вот когда у нас начался ремонт кто-то батарею проводил кто-то работал где-то может было такие двери сделать но это по воле божией и мы немало не долго не будем сомневаться это дом божий где пение ангелов слышится не просто ты тут пришел пел как златоуз горит хор любой и вы его в житиях есть такое божья матерь дает как бы награду каждому ну вот я стою там не пою там ну копейку а которые поют получают по рублю то есть в образе было показано как это дорого перед богом как это трогает души далее деяния 21 11 14 21 глава 21 11 по 14 стих и войдя к нам взял пояс павлов и связав себе руки ноги сказал так говорит дух святый мужа чей-то пояс так свяжут в иерусалиме иудеи придадут руки язычников когда же мы услышали это то и мы и тамошние просили чтобы он не ходил в иерусалим но павел ответ сказал что вы делаете что плачете сокрушаете сердце мое я не только хочу быть узников но готов умереть в иерусалиме за имя господа иисуса когда же мы не могли уговорить а вот успокоились сказал да будет воля господня когда мы собираюсь миссионерское путешествие путь наш пролагал господь нам ехать нужно было в чечню сколько я получил предупреждение не ездить туда да мы знаем вы хотите быть мужчин как за христа но эту молодежь что зачем берете туда и мы там были около трех раз и нас принимали как родных как будто мы там живем на дороге спросишь юноша идет щеченцы они все покажут расскажут библиотеки нас треть или так эти щеченки молодые у них какое-то заседание было там касаться министр был небольшая республика то я не с нами и сфотографировались и приняли и благодарили не знаю чем наградить вот если воли бы божьей мы не знали что этот народ тоже должен узнать волю божию мы бы ничего я вам не мог сказать об этом народе это только знают убивать нет сколько доброты мы увидели когда узнали что мы отсюда приехали нас буквально за руку затащили в магазин берите что вам надо я больше нигде это не встречал такой доброты если такой какой-то там сыр швейцарской ли какой мы с когда внутрь и лепешки можем взять и помидоры поэтому доверяться просто слухом без проверки можно очень сильно ошибиться римлянам 110 послание святого апостола павла господствующего то время церкви на западе всегда прося в молитвах моих чтобы воля божия когда-нибудь благо поспешила мне благо поспешила мне прийти к вам даже поехать куда-то вот у нас есть люди которые в отпуск не знают куда поехать я против этого ты назначь себе место договорись с кем-то вот к нам приезжают люди откуда то они узнают здесь мы вместе молимся вместе работаем зачем ехать когда ничего там нету из года в год эти люди ездят и зачем тоже непонятно время такое дорогое и время очень не поспешит тому чтобы надеялись что будет и послезавтра и завтра в один день все может перемениться даже побыть где это благо поспешила воля божия значит богу угодно чтобы мы встречались вместе свидетельствовали раздавали евангелие благовествовали вот это воля божия да будет воля твоя и на земле как на небе и двенадцатая глава второй стих римлянам и не сообразуйтесь веком сим но преобразуйтесь обновлением ума ума вашего чтобы вам познать что есть воля божия благая угодная и совершенная благая это доброе угодное богу и совершенное вот теперь мы начинаем характеристику воли это узнавать мы молимся и бог открывает эту свою волю а то как бы свои воли слова такой есть по словам я сказал так и будет я хозяин семьи а правильный сказал почему было не рассудить там заключается что-то что приведет людей к христу к славе его а бывает безвольный человек эта тряпка что ему скажет дома баба то она и делает под утку и это никуда не годится безвольный человек ничего не сделает я посмотрел как понимают люди мирские воля слова воля это устремленность к достижению цели духовной или телесной волевой приказ мы должны обязательно разбомбить этот город как войну было взять конейксберг самая неприступная крепость войну взяли еще не недели ничего не осталось как это может быть я просто говорю мы твердыни дьявола сокрушать должны нам не безызвестны умыслы сатаны мы даже все время молиться об этом и мы знаем три воли есть божья воля на нее ориентир есть просто человеческая воля есть дьявольская мы сейчас к этому подойдем и мы увидим где дьявольская воля касалась нас было ли это испытание знаем ли мы о чем говорим 1 фессалоникистан 4 3 писание говорит 1 фессалоникистан 4 глава 3 стих ибо воля божия есть освящение ваше чтобы вы чтобы вы воздерживались от блуда чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести вот и все воля божия очень ясно выражена конкретно от всего что мирское было тянуло где погибали на мытарствах 20 мытарств 40 дней душа идет одно пьянство третье блуд четвертое гнев сребролюбие и показано было это житие василия великого там феодора сареградская и говорится о том что на мытарстве блуда погибает больше чем на остальных 19 замешаны все достоевский писал десятилетие уже развратное и опять десятилетие уже развратное что делается в школах что делается в людях считаешь я сегодня то все это открыто это не это не может быть даже кажется настолько это безумно настолько глупо и далее 5 глава 18 стих 1 фессалоникистан 17 18 518 за все благодарите ибо такова а вас воля божия во христе иисусе проверим себя на далеко проверить за все ли я благодарю ну как но мы простили господи дай погоду наш брат там старается вырослый еще хороший урожай а убрать никак нельзя ударил снег все покрылось он поехал все прибило к земле и как никак только весной карте могу друг погода какая пошла подряд я сейчас не знаю видимо даже были убрать все мы вольте только ничего брат не скажи у бога плохой погоды не бывает бог делает так чтобы мы поняли мы кто хорошая техника хорошие люди все хорошие погоды нету труженик сельского хозяйства очень уязвим это не не вкачатель земли при его и погоде и так исайя 36 10 еще несколько мест расширим понятие о воле за все благодарить я про то говорю за все благ ибо такова вас воля божия да разве я без воли господней пошел на землю сию чтобы разорить и господь сказал мне пойди на землю сию и розови ее это солгал воитель пришел гитлер в эту страну и говорит а мне бог повелел наказать вас коммунисты может быть и так но бог с ними разговаривал потому что имел он связь с нечистой силой это тоже на который пришел бы засели там а мне бог сказал прийти рабца говорят открывайте ворота было время когда открывать надо было а здесь все поняли это обман с этим нечестивцам с идолопоклонникам вопросов нет вот смотрите на великое ли дело что сатана повелевает сделать какой-то знак там или что-то конкретно у нас в общем называется потерявки святого анфима некомедийского даже я не представляю что это стадион какой-то был храме было 20 тысяч человек 20 тысяч такого кинеотеатра трудно найти так люди домолились там и вот эти 20 тысяч человек могли спасти себя поставили язычники жертвенник рядом мясо распалили горит выходи из храма выходи кусок мяса переложили домой еще особенного то и опять молитесь своему христу повторяя ни один не шелохнулся ни один нужно было срочно крестить и оказалось здесь толпе 6 епископов сразу здесь же в храме те не сразу сожгли их добивались ну пойдете выходить будете нет не будем ни один не выйдет и которая как мать бежала с ребенком захватили захватить его шли войска уже туда куда бежишь храма ты наслышал не шейдем уничтожить слышала она дверь не закрыла зачем теперь мне дверь это дом ребенок зачем я не хочу с ним расставать он будет со мной на небе это фанатики были самом благородном смысле слова фанатов готовы умереть за свою идею вот у нас все перевернуто потому что мы так понимаем дальше матфея 1029 не двери малые птицы продаются зоосарий и ни одна из них на землю не упадет на землю без воли отца вашего ну неужели так и съедать одним священником у него вера оказывается и нет никакой я вам говорю бог все знают что знает ну все что делается но сколько у меня мотор там делает оборота что он знает моей машине знает он знает какие у тебя мысли там двигаются и какие они будут смертный час веры то нету и поэтому и паспу такая нет ничего того чтобы бог не знал он всеведущий и далее колоссиным 19 мы слушаем поиск волю божию как познать и как теперь сориентироваться на нее и как поступить потому что в этом заключается молитва молитва да будет твоя воля вы и познавайте что нам счет нас бог хочет колоссиным 1 9 посему и мы с того дня как осен услышали не перестаем молиться о вас и просить чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумение духовном познавать волю божию чтобы всегда старались узнавать или задавать мне ни один не задавал вопрос еще здесь а какой можно узнать это мне на из германии прислали ну скажите проповедь на эту тему познавать как что за воля такая я посмотрел когда я вижу уже действительно тема просто под замком закрыты к евреям 1321 чтобы мы познавали волю божию давайте серьезно займемся этим вопросом на молитве просить господи а тут вот надо богу то-то то-то я делаю надо ли как мой распорядок дня во сколько остаюсь что дальше было как отвлекаясь на просьбу не десятки отговорок или почему другому они мне дали это задание вот потеряете делаем что я в ребята да то быстрее надо делать а пыль потерянский перехватит и мы не получим работу не будет награды хотя линии никогда не буду делать что мы делаем там дороги пруды и так рост до усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его произойдя вас благоугодно ему через иисуса христа ему слава веки веков аминь значит он производит угодно ему ему молимся да будет воля твоя и мы сказать господи дай мне познать твою волю хорошо ли то что я вот субботу не пошел воскресенье там приболел маленькая разная причина чтоб храм не прийти на занятиях некоторые не остаются никогда а у нас и храмы мы слепым 7 места хватит я повторяю и обстановка меняется очень быстро поэтому успевайте перейти на другой режим дня приходят наши сестры обед приносит трапеза такая мы беседуем разбираем вопросы некоторых не в интернете нет ни здесь их нету они могли бы прийти один там все время мать говорит он занимается спортом воскресенье не может у них выступление ладно ли будет не ладно другой собаками уступает и у нас тоже воскресенье будет нельзя ты сначала в храме помочь а потом приди туда и все никогда богослужение не меня не нашло еще не емя 924 мы сейчас пройдем по таким местам которые откроют просто во всей красоте как познавать волю божию 924 и вошли сыновья их и владели землею это покорил им жители земли хананеев и отдал их в руки их и цари и народы земли чтобы они поступали с ними по своей воле вот как было такое что отдавали жили по своей воле смысл тот что верующему дали нам жить по своей воле во время перестройки и мы по своей воле жили открыл занятия в школах университетах приходили люди сколько глухонемых было времена меняются вот это об этом говорится когда дал свободу царь из плена вернулись чтобы никто им не мешал жили по еврейским законам которые дал всевышний бог иегова определенно не как по-другому эсфирь 18 я взял из редких них чтобы не забывали хотя бы название книг 18 напитки подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразны ценой в 30 тысяч талантов и вина царского было множество по богатству царя а питьё шло чинно никто не принуждал потому что дал царь дал такое приказание всем управляющим дом его чтобы делали по воле каждого то есть правильный закон где-то вот заметил закон яровой был что проповедовать нельзя нужно здесь показать какую-то справку от нас регистрацию в краевом отделе юстиции ну я считаю слышу как поступает ее там какая она чистолюбивая какая она там пробралась я рассмотрел мужа через неделю 18 выдали справок у нас регистрацию прошли вопросов нет никаких государства должно следить кто что делает как то потому что под этим видом посмотреть как вооруженный сейчас показывает как идет там в разных городах там в казани везде врывается омон и там у них оружие кучи они даже смотреть кто проповедует что говорит какая литература и и считают показывает она так называемая экстремистская иеремия 1023 знаю господи что не воли человека путь его то него власти идущего давать направление стопам свои вот так ты пошел туда я всех прошу когда уходите куда-то идти вам дальше если до главного проспекта который раньше назывался московским идите и только оттуда здесь не идите другими заколоками здесь наши люди идут здесь уже освещенные с молитвой мы кропили и святой водой какое-то место тут идите не сворачивайте в сторону никуда прямо пока не выйдете на главный проспект а там уже сами увидите канада я прошу только вот этот промежуток чтобы было даниила 432 я беру сегодня книги из которых мы практически еще не считали даниила 432 и все же и все живущие на земле ничего не значат по воле своей он действует как небесном воинстве так и у живущих на земле и нет никого кто мог бы противиться руки его сказать ему что ты сделал с богом нельзя торговать я вот верующий болею один говорит я знаю тут два брата жили знал с собой один совершенно безбожий и умно там непрерывные женщины приходят а другой верующих по всем параметрам христианин настоящий болеет рак все это отрезали куда а это живет не болеет ничего ему нет у бога свое еще интересно у него монашка была приходила когда маленький этот играл который неверующий был она его отталкивает себе это антихрист будет антихрист не было уже положено даже прикосновение не давала себе еще читаем 1 петра 3 17 ибо если угодно воле божией лучше пострадать за добрые дела нежели за злые если богу угодно и 4 3 4 глава 30 стих а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего плоти не есть от бога но это дух антихриста которым вы слушали что он придет и теперь есть уже в мире мы должны быть и 19 стих будем любить его потому что он прежде возлюбил нас как вы считаете 1 петра прошу прощения 6 и всего 4 3 19 ибо довольны что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой придаваясь нечистотам похотям уже ложеству скотоложеству помыслом пьянству излищество пищи и пяти и нелепому идолослужению по воле человеческой что а что у нас было воле человеческое а человеческое отодеть меня сатана и подумай что человеческое но было это украшение красились там брелись еще только не было господь прямо показывает по воле человеческой отвергните получили рождение свыше ты новый человек тебя великое звание назовут христиане не зовут а мы должны быть ими 19 стих и так страждущие по воле божией да придадут ему как верному создателю души свои делая добро надо богу довериться и 1 иоанна 5 14 и вот какое дерзновение мы имеем к нему что когда просим чего по воле его он слушает нас когда по воле божией просим и мы волю божию узнали какая небесная и святой библии что делали тогдашние люди и они видели это по воле божией но иногда бог скрывает почему-то и мы да не должны бросать дело свое благовестие основы делать попытку из третьей попытки бог сам открылся когда пришли люди да будет воля твоя господи на земле как на небе аминь как на небе аминь